Проблемы коммунальные настолько обременяют горожан, что за решением их они обращаются даже в региональное отделение, где принимает секретарь Каспийского отделения партии «Единая Россия» Джамал Динамарович. А сегодня в честь 12-летия открытия общественной приемной по Российской Федерации присутствовал депутат Госдумы Российской Федерации Аббасов Мамед. Многим на этом приеме граждан была знакома ситуация, когда с приходом ненастной погоды начинаются проблемы с протечкой крыши. Гулиемат Рабаданова, проживающая по улице Советская, 14, жаловалась на то, что у них в квартире протекает крыша. Из-за этого в доме сырость и плесень. С такой же проблемой обратилась и жительница по улице Хизроилы. Но тем не менее, когда нам дадут эти деньги, 20% мы выделяем вам, 15% должны сами вы жители. Мы уже подписывали такое заявление. Если вы, хоть один человек, если не подпишет, этому дома не будет. В прошлом году могли бы мы сделать вот эти дома. Из-за вины, не по моей вине, не по нашей вине, а по вашей вине, по вине жильцов, мы не смогли это сделать. Потому что полдома категорически отказался, видели, это самое, 15%. Поэтому мы не смогли эти деньги получить. Вот Азарова Минханул, мать двоих несовершеннолетних детей, вдова сотрудника полиции, погибшего при исполнении служебного долга в 2011 году, пришла к главе городского округа с просьбой помочь ей в получении квартиры, которая положена и по закону. Через 10 лет погиб человек, должны иметь квартиру, я 100% согласен. В конце концов, ко мне посадят документы. Но, видимо, настолько много погибших, и они не успевают с федерального бюджета заоставлять. А Мария Варейсат, являющийся опекуном внука, который с раннего детства является полной сиротой, просит главу муниципального образования помочь ей в получении квартиры. Мы постараемся разобраться в этом деле, потому что Министерство соцзащиты нам отпускает это все по списку. А мы покупаем сиротам, детям, вот таких сиротам, покупаем квартиры как по их списку. Понимаете ли? Вот я знаю о том, что мы купили сейчас буквально три дня назад шесть квартир, еще шесть до этого тоже купили. Десять квартир купили. Осталось две квартиры, чтобы купить детям сиротам. А в вашу очередь, вот я поручу ей, фамилию запишите. Каспийск по темпам строительства и ввода в строй нового жилья опережает многие города республики. И это не может не радовать. Огорчает то, что инфраструктура подчас не успевает за темпами строительства. Усугубляет ситуацию и недобросовестность застройщиков, которые сдают дома без коммуникации. Именно с такой проблемой столкнулась эта гражданка. Дело в том, что в доме нет коммунальных благ и объект не берут на баланс города. Из-за всего этого она не может обналичить материнский капитал, чтобы вложить в другое строящееся жилье. Вы не помните наш разговор, да? Я помню, но это было. Ну что же сейчас это ведется так? Ну почему? Если у меня такого положения не было бы, то я... У всех такие положения. Тут там первый стоял, тоже такое положение. И второй стоял такое положение. А сейчас чего нужно? Материнский капитал поможет. Материнский капитал, а зелелки нет. А если не представлен пакет документов, они не имеют права покупать такое жилье. Ну пусть получат зелелки, а почему не получат? Потому что дом не на балансе стоит. Оксана Камильева одна воспитывает сына-инвалида. И на прием граждан пришла узнать, какие у нее льготы, как у матери, воспитывающего ребенка с ограниченными физическими возможностями. Согласно вашему заявлению, то, что вы здесь написали, ваши все претензии и просьбы, по каждому пункту вы получите соответствующие ответы. Если вам нужна будет юридическая справка, то тоже получите ее. После того, как были выслушаны все обращения граждан и отданы указания ответственным службам, прием граждан объявили закрытым. Осяд Ибрагимова, Анвар Курбан Магомедов. Новости Каспи-ТВ.